По информации от Басы Банка, 12,5 тысяч казахстанцев прошли отбор и могут оформить ипотеку с льготой по программе «Наурыс». Теперь всем участникам нужно подать кредитную заявку до 14 сентября. Список потенциальных заемщиков опубликовали на официальном сайте жилищного оператора. Мы продолжим обсуждать эту тему с нашим экономическим обозревателем Сабиной Балашкиной. Сабин, доброе утро. Диана, доброе утро. Блок экономических новостей продолжит утренний эфир на телеканале 24КЗ. С вами рубрика «Первая цифра». По информации от Басы Банка, для участия в программе «Наурыс» всего поступило больше 38 тысяч заявок. И фактически каждую третью из них одобрили. 12,5 тысяч казахстанцев прошли отбор и могут оформить льготную ипотеку. Почти половина из них относится к категории социально уязвимых. Большинство участников мужчины, около 7 тысяч человек, состоят в браке. Самому молодому участнику 18 лет. Потенциальных заемщиков отбирали по бальной системе. Их начисляли за размер вознаграждения по дебозиту, наличие брака и детей. Также учитывали статус социально уязвимых и возраст до 35 лет включительно. Теперь всем участникам нужно подать кредитную заявку в отбасы банк до 14 сентября. Если ее одобрят, то на поиск подходящей квартиры и оформление займа дается время до середины декабря. И еще новости от отбасы банка. 26 июля вступят в силу измененные правила использования пенсионных. Для тех, кто перевел свои излишки из ЕНПФ на депозит отбасы банк, срок накопления увеличили вдвое. Теперь копить на покупку недвижимости можно 6 лет. Раньше вкладчикам нужно было собрать 50% от стоимости жилья и оформить ипотеку всего за 3 года. В противном случае изъятые пенсионные вернулись бы обратно в ЕНПФ. У тех, кто перевел пенсионные на депозит начиная с 2021 года, срок продлится автоматически. На сегодня около 240 тысяч казахстанцев перевели свои излишки из ЕНПФ на депозиты отбасы банки. И еще полезная информация для вкладчиков отбасы банка. Отныне депозит, пополненный пенсионными, теперь можно будет уступить своим родственникам. А вот каким именно, более подробно об этом рассказали в банке. Теперь депозит, пополненный пенсионными, можно уступить супругам или близким родственникам. К ним относятся родители, дети, усыновители и усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Переуступку депозита можно сделать только один раз. Например, супруг переуступил свой депозит супруге, но она переуступить депозит еще кому-то уже не может. А теперь важная информация для тех, кто планирует купить квартиру на вторичке и оформится в любом банке за исключением отбасы. По данным аналитиков крыши КИЗ, шесть коммерческих банков Казахстана кредитуют покупку жилья на вторичном рынке. Самая минимальная ставка сегодня действует во Фридом банке 17,2%. Самая высокая в Нурбанке и БЦК 19,5%. Но тут нужно учитывать, что условия кредитования рассчитываются индивидуально, поэтому конечная ставка зависит от многих факторов. Кредитные истории заемщика, наличие официального дохода и стоимости недвижимости. Кстати, более старые дома кредитует Народный банк от 1960 года постройки. Однако есть нюансы. Большинство банков не выдают займы на жилье в каркасно-камышитовых домах. Не получится оформить ипотеку, если в квартире сделали перепланировку. В некоторых банках откажут, даже если ее узаконили. Не принимается в залог недвижимость на мансардных и цокольных этажах, а также нежилые помещения и дачи. Также в некоторых банках не кредитуют покупку комнат в общежитии. Большинство требует первоначальный взнос минимум 20% от стоимости квартиры. Самая низкая первоначалка в Форте-банке 15%, самая высокая в Нур-банке 30%. Почти все они выдают ипотеку на 20 лет. Казахстанцы стали немного активнее продавать и покупать недвижимость. Об этом говорят данные Бюро над статистики. За последний месяц число сделок на рынке жилья выросло на 6%. Казахстанцы заключили почти 33 тысяч договоров. Основная их часть приходится на квартиры около 25 тысяч, остальные 8 тысяч на дома. Больше всего покупали недвижимость жителей в Западно-Казахстанской области, СКО, а также Атараусской и Актюбинской областях. Рост отмечен в регионах, где этой весной прошли паводки. Это может быть связано с тем, что пострадавшие, чьи дома затопило, приобрели новое жилье. И в завершении информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов, курс доллара составил 478 тенге 28 тинов, евро 518.28, рубль 5.43 и китайский юань 65 тенге 60 тинов. Диана, на этом у меня все. Спасибо, Сабина. Напомню, это был наш экономический обозреватель Сабина Балашкина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok